Юрий Валин Мы одной крови Десант из будущего Пролог 10 июня 1944 года Мусталовский ручей 44 километра от Ленинграда Взялись? Команды Алексей толком не расслышал Гремело и грохотало все вокруг Оно и так было понятно Батарейцы подхватили станины Навалились, упираясь руками Плечами и животами в боевой металл Гаубица дрогнула Поднатужилась и Двинулась вперед Это чудовище весом в 2,5 тонны Звали Манечкой Примечание Манечка М-30 122-мм гаубица Образца 1938 года Конец Примечания Ее гаубицу в огневом взводе любили А торши шла воевала Впрочем, ее же и ненавидели Сейчас, изо всех сил упираясь в массивное Обтянутое грубой резиной покрышки металлическое колесо Алексей теснее сжался к надежному железу От пули осколка точно защитит Если подарок, конечно, с той, с удачной стороны рванет Манечка катилась, паутиному переваливаясь на комьях земли Выброшенных из свежих воронок Кажется, гаубица уже сама стремилась вперед В долинку К тому заболоченному ручейку Где еще торчали остатки изломанного тростника Дальше к щепе и обрывкам колючки Оставшиеся от первой линии заграждения На чуть заметном подъеме И еще дальше к далекой Полностью выкашенной первыми артударами рощи Оттуда-то, с той стороны, бели финны И где-то там был этот чертов дот Левее, по нашему берегу ручья Маневрировали прикрывающие атаку танки Четыре легких Т-26 Правда, один стоял и вяло дымил Ни своей пехоты, ни самоходок Что откуда-то справа часто и глухо лупили по финнам Алексей не видел Видел младший сержант Трофимов Стальное колесо Смотрел на царапины глубокие Толкал Манечку Позади остался Сталинец Примечание СТЗ-5 Сталинец Гусеничный тягач Производство Сталинградского тракторного завода Конец примечания Согнулся с кувалдой водитель над лопнувшей гусеницей Двое бойцов торопливо стягивали на землю ящики с выстрелами Звякнуло, взвизгнуло Срикошетив от щита Вот и прикрыло Манечка Что-то закричал командир орудия Алексей так и не запомнил, как его зовут Но точно, сержант был с Волги Все шутил, что из потомственных бурлаков С углубленным классовым упорством Лейтенант, командир огневого взвода, шел за орудием То и дело обеими руками поправлял каску Вглядывался Где-то здесь должна быть заранее размечена позиция Расчет готовился Ребят ползали сюда по ночам Вообще-то проклятый Дот пытались разглядеть уже четыре дня Четыре дня, как прибыла на передовую батарея Дот здесь торчал черт знает сколько Может, вообще с самой финской уцелел Врос, вжился, стал частью того пологого склона А может, частью той рощи, от которой остались стволы, пеньки Высотой врос человека до груды из мочальных ветвей Но Дот точно был еще живой Утром по нему били дивизионом Но, как теперь уже понятно, не добили И настал черед манечки Что и ждала своего выхода в орудийном окопе За траншеями пехоты Прямой наводкой это называется Младший сержант Трофимов артиллеристом не был В смысле, сейчас-то был уже вторые сутки Но вообще-то радистом значился по боевой специальности Алексей Трофимов Двое суток, как прибыл с пополнением в дивизион Был назначен во взвод связи Согласно штатному расписанию Ну, штат-то был А вот второй рации в дивизионе не было Посему усилили могучим и свежим Трофимовым огневой взвод Как в воду смотрели Тягловая сила манечки, ох, как пригодилась Хотя, какая из послегоспитального младшего сержанта тяга Грибом на батарее новичка обозвали Оно и понятно Одна башка, шляпка на тощем, не сильно-то рослом теле А вот и весь боец Хорош? Манечка качнулась, Алексея отпихнули, не мешая, доходя гамахра За бэкавали, гриб Алексей расслышал, побежал навстречу батарейцам, волокущим снаряды Вместе с усачем рысью доволокли ящик Господи, да сколько веса-то в нем Несло клубы вонючего дыма, глушил виск мин Вспухали разрывы Живы финны, отсиделись Свиста пуль не слышно, отдельных разрывов не слышно С утра гремит и дрожит, карельская земля бушует Артподготовка по фронту от Белоострова до Таппари Где гуще, где жиже Сейчас, наверное, здесь пожиже Потому как финские пулеметы, минометы, да наши танчики и самоходки Дивизионные трехдюймовки Щекотка по сравнению с тем управляемым валом огня тысяч орудий Манечка уже растопырила станины Шевелила своим недлинным хоботом стволом Лейтенант стоял на колене у колышка, заранее обозначавшего огневую Не отрывался от бинокля Что-то кричал, не оборачиваясь Алексей не слышал, не понимал Точно грипп и что дурак Каску единственной из расчета нацепил Лейтенант тоже в каске Да кто над ним смеяться будет? Лейтенант обернулся, лицо злое, желтые зубы скалятся Встал за ним столб минометного разрыва Лейтенант втянул голову в плечи, но все кричал Рвануло правее, Алексей на коленях оказался непривычный Карабин под мышку сбился Земля по каске барабанила «Виз!» — расслышал сквозь грохот, успел распахнуть рот Манечка гавкнула Подпрыгнула над землей в радости своей тяжеловесной Выплюнула из дыма раскаленного стакан гильзы Алексей рысил с очередной ходкой Вырывалось из руки скобы массивного ящика Карабин колотил по спине «Да что твою, слабосильный такой!» — прокричал в грохот и пыль ядовито вспаханной земли Усач-батареец «Так я запасного!» — прохрепел Алексей «Вас грибов вообще за...» Манечка без спешки, но и немедля Харкала финнов двадцатикилограммовой смертью Алексей не смотрел Разявив по рыбе рот, бегал и бегал к тягачу и назад С ящиком на двоих Левый бок сзади жгло болью Но в шаг уже приноровились попадать Ящик вырваться не спешил Усач крутил бритой потной головой и матерился Но уже больше для бодрости «Что-то, а?» «Пристрелялись!» «Курвы!» Они не видели, как там, на склоне Взлетел вышибленный из земли бронеколпак, похожий на бородавку А дот, тот, злодеручий То ли разбили, то ли финны не выдержали Ложащихся рядом снарядов и драпанули Лейтенант, наверное, что-то видел И наводчик, припавший к не очень-то подходящей для стрельбы прямой наводкой панораме «Тоже видел!» «Вообще-то война, слепая тетка!» «Кто ее видит, кто по команде стреляет, а кто?» «Только ящики с надежными, но опять же жутко неудобными ручками тащит» Рвануло вблизи, подносчики попадали Свиста осколков Алексей не расслышал Одновременно подняли голову, усатый сморканулся рыжей пылью «Вот маму их!» Подхватили ящик, да манечки шагов с полсотни оставалось У орудия кто-то лежал, и лейтенант сидел, расставив ноги Опустили ящик к остальным, батареи скинулся к орудию Жил и работал расчет в пыли и дыму Манечка жила, ждала заряда И главным сейчас именно это было «Гриб, ты лейтенанта бери!» «И под ногами не путайтесь!» Проорал кто-то в ухо Алексей нагнулся к командиру взвода «Встать можете?» «Жи... живот!» Лейтенант держался за ремень, а на гимнастерке расплывалось темное «Сейчас замотаем!» Алексей раздирал обертку перевязочного пакета «Проклятая нитка!» «Понятно оборвалась!» «Придержите!» Сич... И гавкнула